Добро пожаловать на самую большую на ютубе подборку разборов задач с параметром. У нас номер 88 с сайта matus.ru. Нужно найти все значения параметра, при каждом из которых вот такая вот система, большая, страшная, много квадратов у нас здесь, не имеет решений. Давайте разбираться. Хотя по традиции все-таки рекомендую вначале ставить видео на паузу, и потом только смотреть, ну в смысле решать самостоятельно, и потом только смотреть разбор. Значит, что у нас здесь будет? Значит, если преобразовать эти уравнения, то получится на самом деле две окружности. Уравнение двух окружностей. Давайте посмотрим. Вот первое уравнение у нас это пока еще не уравнение окружности, потому что да, у нас тут квадраты складываются, x квадрат есть, y квадрат есть, но тут есть еще и линейные члены, то есть минус 2x плюс 2y, да, умножаются еще все на параметры, то есть здесь пока еще не уравнение окружности, это уравнение окружности, которое кто-то раскрыл. Нам нужно заново здесь будет все собрать. Итак, x квадрат плюс y квадрат, таким образом мы получим минус 2ax плюс 2ay. И вот что нам нужно здесь для счастья полного. Если я прибавлю еще плюс a квадрат плюс a квадрат, то будет здорово. Почему? Потому что теперь у нас x квадрат минус 2ax плюс a квадрат, это x минус a в квадрате. А y квадрат плюс 2ay плюс a квадрат, это y плюс a в квадрате. И все это равно теперь чему? Если я добавил слева дважды a квадрат, то справа тоже должен добавить 2a квадрат. Получим 9 минус 6a плюс a квадрат. Потому что у меня было минус a квадрат, я прибавил 2a квадрат, минус a квадрат плюс 2а квадрат, это плюс a квадрат. И что я вижу справа, у нас тоже получается здесь a минус 3 в квадрате, это тоже полный квадрат. А минус 3 или 3 минуса в квадрате, это не сильно важно. Теперь супер важно, что здесь понимать? что вот это, да, окружность, да, ее центр находится в точке а-а, но ее радиус равен не а-3, а модуль а-3. И это очень важный момент, который многие забывают, что у нас, если справа что-то возведено в квадрат, то радиус окружности полученной — это модуль а-3, потому что у нас вот эта вот штука может быть как отрицательной, так и положительной. Радиус при этом должен быть обязательно положительным, поэтому я модуль ставлю здесь. И второе уравнение нам даст что? Если здесь таким же образом сворачивать, давайте попробуем это устно сделать, должно получиться х минус, здесь у нас получается 6х плюс, вот 6ax же у нас получается, да, это значит было х плюс 3а в квадрате. Так, плюс, дальше, здесь у нас будет у плюс 8а, а у это значит у плюс 4а в квадрат возводим. Так, и все это равно чему? Слева мы, получается, добавляли 3а квадрат, 4а в квадрате, то есть 9а квадрат плюс 16а квадрат, это у нас плюс 25а квадрат к обеим частям, и значит справа будет 1 минус 2а плюс а квадрат, это 1 минус а или а минус 1 в квадрате, тут вообще не важно. И получаем, что это окружность центром в точке минус 3а, минус 4а радиуса модуль 1 минус а. Так, я надеюсь было понятно, я очень быстро это сделал, потому что такую задачу уже разбирали, можете найти на канале, кстати, просто две окружности тоже будет называться задача. И если было непонятно, все-таки пишите в комментариях, я пойму, что надо будет такие моменты поподробнее проговаривать. Итак, нам нужно, чтобы не было решений, не имеет решения у нас, да, помните, а значит эти окружности не должны касаться. А когда окружности не касаются? Окружности не касаются в двух случаях. Первый случай, если у меня вот одна окружность такая, другая окружность такая, и они не касаются, то есть вот это вот расстояние между центрами, вот я рисую специально сначала два радиуса, и потом дорисовываю все расстояние. Расстояние между центрами, назову его O1, O2, оно больше, чем суммы радиусов, да, R1 плюс R2. Давайте я подпишу, что здесь у нас R1, тут R2. Окей, это первый случай, когда окружности не касаются. Второй случай выглядит по-другому. Одна из окружностей такая, другая окружность такая, и здесь у нас получается, смотрите как, у нас получается, что одна окружность внутри другой, и они не имеют общих точек, это значит, что вот это вот расстояние между центрами, да, оно, обратите внимание, здесь должно быть следующее, вот это расстояние между центрами, вот у нас радиус большой окружности, вот, например, пусть это будет, так, например, R1, сейчас, ну, короче, вот так вот я покажу, что вот это вот все расстояние равно R1, а вот это все расстояние, оно равно R2. Что у нас получается? У нас получается, что, точнее, даже я, наверное, не это расстояние, я вот это расстояние назову R2, да, вот этот радиус возьму R2. И смотрите, вот у нас расстояние между центрами окружностей, вот O1, O2, получается, что O1, O2 плюс R2, плюс R2 должно быть меньше, чем R1, меньше, чем этот отрезок. Вот, то есть, с другой стороны, O1, O2, можно сказать, меньше, чем R1 минус R2. Это в ситуации, когда радиус, окружность с радиусом R1 больше, чем окружность с радиусом R2, да. В ситуации же, когда у нас наоборот, окружность с радиусом R2 больше, это расстояние должно быть меньше, чем R2 минус R1. И вот мы получаем, соответственно, три случая. Либо расстояние больше, чем сумма радиусов, либо расстояние меньше, чем один радиус между другом, либо чем второй радиус минус первый. И вот такие вот три случая мы должны рассмотреть. Но как нам вообще найти u1, u2? Вот u1 и u2, напоминаю, это вот такие вот две точки с координатами a-a и минус 3a-4a. Как нам найти u1, u2? Ну, это расстояние между двумя точками, значит, я буду действовать по формуле расстояния между двумя точками. Для этого я должен, значит, из x1 вычесть x2, то есть a- минус 3a, возвести все это в квадрат и сложить с подобным квадратом разности для y, да? То есть тут будет минус a, минус минус 4a в квадрате. Вот это все у нас под корнем находится. И если здесь все посчитать аккуратненько, получится корень из 4a в квадрате, плюс 3a в квадрате. Вот, это корень из 25a квадрат будет 5 модулей a. Это очень важно. Вот здесь тоже модуль, главное не забыть. И у нас получается, на самом деле, куча неравенств с модулем. То есть у нас получается неравенство вот такое, 5 модуль a, больше чем... Так, r1 это у нас модуль a-3, больше чем, получается, модуль a-3, плюс модуль a-1, 1-a, супер неважно, что там под модулем. Надо понимать, что модуль там x-y какого-нибудь, модуль x-y равен модулю y-x. Поэтому я, собственно, так вот своевольничаю. То есть это либо 1 минус a, либо a минус 1. Вот это первый случай, да. Давайте решим это неравенство. Что у нас здесь получается? Ну, здесь это неравенство решить можно, например, рассмотрев просто 3 случая для a. То есть у нас есть 3 модуля. Эти 3 модуля бьют всю прямую, давайте я все-таки вот так вот начерчу это, нужно будет побольше. Бьют всю прямую числовую, да, для параметра a на 3 интервала. То есть у нас есть вот 0, 1, на 4, простите, интервалы, получается 0, 1 и 3. То есть нули подмодульных выражений 0, 3 и 1 я их изображаю на числовой оси. И теперь, что я говорю, если я нахожусь вот в этом интервале от 3 до плюс бесконечности, то каждый из модулей раскроет со знаком плюс. Потому что здесь будет 5, ну, модулей чего-то, что больше 0, потому что оно больше 3, поэтому здесь я раскрою со знаком плюс. Здесь у нас числа будут больше 3, значит, a-3 положительно с плюсом раскроем. И здесь у нас тоже будут числа положительно, поэтому с плюсом раскроем. То есть в этой ситуации, да, от 3 до плюс бесконечности я имею неравенство 5a больше чем a-3 плюс a-1. Но при этом у нас еще не забывайте, a больше 3, вот это вот важно. Так, a больше 3, получаем 3a больше чем минус 4, a больше минус 4 третьих. Если, имея в виду вот это вот неравенство, решить все это, да, то есть фактически у нас система неравенств, можно было и записать как система, получим, что a больше 3, вот просто решением являются все a больше 3. Окей, дальше. Если у нас расстояние, a находится на расстоянии, не на расстоянии, а в отрезке от 1 до 3, вот так вот. 1 меньше чем a меньше 3. В данной ситуации что у нас получается? Вот эти два модуля все еще раскрываются со знаком плюс. Но мы этот модуль начинаем раскрывать со знаком минус, потому что перешли через его 0 подмодульного выражения. То есть для всех a меньше чем 3, этот модуль будет раскрываться со знаком минус уже. И мы получаем неравенство 5a больше чем минус a плюс 3. То есть видите, a минус 3 сменилось на минус a плюс 3. Плюс a минус 1. Получаем a больше чем, здесь у нас будет 2 пятые. a больше 2 пятых. Так, ну и все a от 1 до 3 у нас, собственно, удовлетворяют условие, что a больше 2 пятых. И получается 1 меньше a меньше 3 нам подходит как решение. Кстати, обратите внимание, получается у нас здесь какой косяк? Я нигде не рассматриваю a равно 3, да, поэтому надо куда-нибудь это отнести. Ну давайте, например, вот сюда вот отнесем a равно 3 и получим пока вот такое вот решение. Когда я буду все решения собирать, у меня получится, что вот эти вот два случая объединятся, да, хотя может быть еще со случаем от 0 до a тоже объединится, до 1 точнее тоже объединится. Сейчас посмотрим. В этом случае у нас что получается? Этот модуль раскрывается по-прежнему со знаком плюс, потому что мы справа от его нуля находимся. Этот модуль раскрывается со знаком минус, потому что мы слева от его нуля находимся. Этот модуль со знаком минус, потому что мы слева от его нуля находимся. Получается 5а больше чем минус а плюс 3, минус а плюс 3 так же как в предыдущем случае, минус а плюс 1. Обратите внимание, что а минус 1 из предыдущих двух случаев поменяла свой знак, минус а плюс 1 получаем. И в данном случае тогда будет 7а больше чем 4, то есть а больше 4 седьмых. Вот, уже какие-то новости появились, да, что-то новое. В том смысле, что у нас всегда получалось, что ограничение случая является решением в предыдущих двух случаях, а здесь у нас а от нуля до 1, но больше 4 седьмых еще при этом. Поэтому ответ будет от 4 седьмых до 1, соответственно. Так, окей. И последний случай разбираем, когда а меньше равно нуля. Куда-то нужно равенство нулю отнести, я вот сюда решил отнести. В этом случае все-все-все раскрывается со знаком минус. Минус 5а больше чем минус а плюс 3, минус а плюс 1. Мы получим неравенство минус 3а больше 4, то есть а меньше минус 4 третьих. И получается, что вот такой вот ответ, да, а меньше равное нуля дает а меньше минус 4 третьих. То есть это условие на этом промежутке просто полностью выполняется. Итак, первый случай привел нас к какому ответу? От минус бесконечности до минус 4 третьих находимся мы. А также в объединении с от 4 седьмых до плюс бесконечности, да? От 4 седьмых до плюс бесконечности. Вот такая вот у нас ситуация получается. Окей, хорошо. Это мы рассмотрели первый случай. То есть, когда расстояние между центрами окружности больше суммы радиусов. Теперь рассмотрим еще два случая. На самом деле я их сейчас смогу объединить, потому что, смотрите, это все будет у меня только второй случай. Напоминаю, у1, у2 это отрезок, в смысле, 5 модулей а, у1, у2, да, это отрезок длины 5 модулей а, все правильно. Здесь у нас r1 минус r2, либо r2 минус r1. Я могу на самом деле все эти, две эти ситуации объединить. Смотрите, я запишу только r1 минус r2, это у нас модуль а минус 3 минус модуль а минус 1. А в случае r2 минус r1, когда у нас, получается, обратно все вычитается, из этого вычитается это, я могу его не рассматривать, а просто навесив сюда модуль, рассмотреть оба случая. Вы скажете, ты что, крейзи, как бы зачем ты это все усложняешь, зачем ты рассматриваешь еще один модуль? На самом деле, я неравенство, вот, я мало того, что вместо двух неравенств решаю одно, так я еще и упростил это неравенство, одно неравенство, которое я буду решать. Почему я упростил? Потому что здесь у нас теперь получается сравнение двух модулей. Модуль f меньше, чем модуль g, это очень-очень удобное уравнение, потому что оно равносильно просто f квадрат меньше, чем g квадрат, которое решается разложением на множители g квадрат справа налево переносить, у вас там разность квадратов получается, и вообще просто шик, никаких модулей. И в данном случае я тоже могу просто все возвести в квадрат. Получается 25а квадрат меньше, чем модуль а-3 минус модуль а-1 в квадрате. То есть, смотрите, объединив оба случая, вот этих вот, в один, я стал рассматривать неравенство, которое свелось к неравенству с двумя модулями, вместо того, чтобы решать два неравенства с тремя. То есть, как бы разница очевидна, да? Два неравенства с тремя модулями или одно неравенство, но с двумя модулями. Я выбираю второе. Так, получается здесь у нас 5а минус модуль а-3 минус, так, что я делаю? Я, получается, 5а, ну, смотрите, то есть, что имеется в виду? Давайте все-таки полностью пропишу 5а в квадрате минус, это я переношу все вот это вот в лево. И теперь разность квадратов использую. То есть, получаем 5а минус модуля минус 3 плюс модуля минус 1 умножить на 5а плюс модуля минус 3 минус модуля минус 1 меньше нуля. Вот такое вот у нас получается неравенство. Да, достаточно громоздко, но оно будет приятно решаться, потому что у нас здесь, в отличие от первого случая, скажем, будет всего лишь 3 случая, да? То есть, эти 3 промежутка, на которых мы всю эту ситуацию рассматриваем. Значит, давайте посмотрим, что будет при а больших 3, при а от 1 до 3, 1 меньше равно а меньше равно 3, да? И при а меньших 1. Значит, если а больше 3, то все-все-все модули раскроются со знаком плюс. Мы получим неравенство какое? 5а минус... минус а плюс 3 здесь будет плюс а минус 1 умножить на 5а плюс а минус 3 минус а плюс 1. 5а плюс а минус 3 минус а плюс 1. Меньше нуля. Так, меньше нуля. И получаем, что минус а плюс а сокращается здесь, 5а минус а сокращается здесь. 5а плюс 2 умножить на 5а минус 2 меньше нуля получаем мы. И, на самом деле, учитывая, что а больше 3 у нас, учитывая, что а больше 3, мы можем поделить на 5а плюс 2. Ну, это очень хитро, конечно, здесь. Надо было бы все вот это вот дорешать и потом просто пересечь, да? Но не хочется, очень не хочется. Делю на 5а плюс 2. Делю на 5а плюс 2, потому что оно точно положительно при а больших 3, да? И получаю, что а меньше 2 пятых. Ну, у меня получается 5а минус 2 меньше нуля или а меньше 2 пятых. А эти неравенства друг другу противоречат. Поэтому получается, что в целом вся вот эта вот ситуация невозможна. То есть, третий случай в целом невозможен, не дает нам никакого ответа. Окей, переходим ко второму случаю. На что повлияет у меня то, что я рассматриваю теперь 1 меньше равно а меньше равно 3? Вот этот модуль у меня будет раскрываться с другими знаками теперь. И получается какая история? 5а плюс а минус 3 теперь. То есть, я вместо минуса плюс 3 пишу плюс а минус 3. То есть, я на самом деле просто переписываю то же самое. Плюс а минус 3 плюс а минус 1 умножить на 5а минус а плюс 3. То есть, опять же, я вот это вот переписываю с другими знаками. Минус а плюс 1 меньше нуля. Так, здесь надо аккуратненько. Меньше нуля. И что мы имеем? 7а минус 4 умножить на 3а, да? Плюс 4. 3а плюс 4. Меньше нуля. Ну и опять же, на самом деле, у нас ведь а положительная всегда, а не от 1 до 3. Я могу на 3а плюс 4 все поделить. На 3а плюс 4 все делю, потому что оно всегда положительное. И получаю 7а минус 4 меньше нуля или а меньше 4 седьмых. Так, а меньше 4 седьмых подходит вообще под это условие? Не подходит. Нет у нас таких а. Вот в этом отрезке нет а удовлетворяющих этому условию. Поэтому, получается, тоже ответа никакого нет. И, наконец, а меньше 1. Значит, мы все модули раскрываем со знаком минус. Я хотел подчеркнуть, но зачеркнул. Так, получается... Давайте я немножечко еще здесь вот буду писать, чтобы место было побольше. Все модули раскрываем со знаком минус. Значит, 5а плюс а минус 3 будет минус а плюс 1. Ну, надеюсь, уже понимаете, что делаю. Я просто переписываю то же самое, меняя вот эти вот знаки. И получается дальше 5а минус а плюс 3 плюс а минус 1. Меньше нуля. И, наконец, мы получим... Плюс а минус а опять же сокращается. Минус а плюс а сокращается. Мы получаем опять 5а. Так, минус 2 умножить на 5а плюс 2. Ну, да, получилось на самом деле не равен с точью такой же, как и в первом случае. Это логично. Это можно объяснить тем, что минус плюс плюс минус. Да, здесь, то есть, если задуматься, понятно, почему так получилось. Так, что мы здесь получаем? Здесь нельзя поступить так, как в первом случае. Я здесь на 5а плюс 2 делил, потому что оно было положительным. А почему оно было положительным? Потому что а были больше 3. Вот. В этом случае же нельзя так поступить. У меня а меньше 1. Вот. Поэтому мы будем все это решать сейчас. Ну, на самом деле, можно тогда на 5а минус 2 поделить. Но давайте просто решим полностью уже. Не хочу сейчас схитрить. Хочется быстрее решить. Минус 2 пятых, 2 пятых. Получаем знаки плюс, минус, плюс. Где мы меньше нуля? От минус 2 пятых до 2 пятых, да? И если у нас а меньше 1, то наш ответ от минус 2 пятых до 1. Ура! Не все впустую. Просто как-то этот, disappointed тем, что у нас в этих случаях ничего не получилось, да, в ответе. А здесь вот дополнительная информация какая-то. Минус 2 пятых до 1. Так. Получается у нас тогда... Какая история? Прямо подождите. Почему до 1-то, если до 2 пятых? До 2 пятых у нас. Видите, 2 пятых это меньше 1. Я что-то смотрю, уже ответ начинаю собирать. И получается противоречие. Значит, если эти два ответа теперь собрать, то получится в ответе от минус бесконечности до минус 4 третьих. То есть здесь можно, в принципе, уже в голове представлять себе картинку, что вот это вот окружности, еще они вот друг с другом никак не пересеклись. Дальше. Дальше от минус 4 третьих до минус 2 пятых. Видимо, окружности как-то пересеклись и имеют общие точки. А от минус 2 пятых до 2 пятых происходит какая-то такая ситуация, что одна окружность внутри другой находится. Если вы вспомните, из чего мы, собственно, два разных случая эти получали. А дальше эти окружности снова разъехались. И та, что у меня вот в этом случае была слева, теперь получается как будто бы она справа. И дальше они разъезжаются, опять же, друг от друга на бесконечности. 4 седьмых плюс бесконечности. Вот такой вот мы получаем ответ. Да, на самом деле очень муторное задание в том смысле, что надо решать кучу вот этих вот неравенств с модулем. Но, видите, здесь есть моменты, где можно сильно сократить. То есть, вот, например, вместо рассмотрения двух случаев можно рассмотреть один случай. Вместо решения квадратных неравенств, да, можно было решать везде линейное неравенство, если просто понимать, на что можно делить при ограничениях данных. Вот, и таким образом решение значительно сокращается. Поэтому обязательно учитесь решать неравенство с модулем тоже. Как видите, это для задачи с параметром тоже важно, они там возникают. На этом разбор все. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Также подписывайтесь обязательно на канал, потому что здесь очень много задач с параметром разобра. На самом деле есть еще и планиметрия, и стереометрия. И там тоже хорошие разборы, я считаю. Вот, а также смотрите в описании курс по тригонометрии с нуля до уровня ЕГЭ. И увидимся на следующих разборах, как говорят у нас в Мексике, а в Федерзайн.